Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дэйли. Добро пожаловать в наше ежедневное видео. Кому несложно, влепите лайк авансом и мы начинаем. Сегодня с самого утра начал день с тренировки в бассейне. Отлично поплавали, как обычно тренируюсь с тренером. Через каждый день получается, как и договаривался и сам с собой, и с вами. Получается три бассейна в неделю. Отлично идет прогресс. Учусь плавать разными стилями. В основном кролем, потом брасом, баттерфляй, он же дельфин. Ну и еще разные стили, типа под водой, там вот так, на задержку дыхания и так далее. Короче, это все развивает и дыхалку очень сильно, и, конечно же, укрепляет спину, ну и, соответственно, укрепляет здоровье. Сегодня план такой, забрать запчасти на SX и отвезти их к Вите. Но сейчас предварительно заеду, немножко надо подремонтировать свой айфон, чтобы он нормально функционировал. Я сейчас встретился с Саней, вот он, Шурик Электроник. Мне он уже помогал с телефоном, чинил динамик, сейчас мне чинят аккумулятор, точнее его меняют. Потому что он постоянно садится, плюс еще VPN, по-любому жрет батарею. И я решил заменить батарею на новую оригинальную. Саня сказал, что, типа, он будет писать, что батарея заменена, но я сказал, ну, пофиг. Ну, ничего страшного, если там на перепродажу готовишь телефон, наверное, да. Так-то он для моего пользования. Ну, а потом поменяем когда-нибудь. Ну, надо менять, на самом деле, не на 11-й, а на 13-й уж тогда. Ну, вот, мужчина, он тоже, он и говорил, да я, блин, камера нужна мне, камера нужна. Почему все уже здесь вот? Ты же из синдиката, да, с салона? Он, кстати, здесь недалеко. Это я сейчас здесь у Семена встретились. С Саню, короче, можно позвать куда угодно, он приедет, и все, он прямо в машине, может, сделает. На быстром. На полу. Вон там болтики раскиданы. Вот это старая аккумулятор. А что с ним случилось? Все. Это вот так он кончается? Пришлось его выковыривать так, прям жестко его отрабатывать. Смотри футбол вместе с промокодом Стилов и 9 апреля. Английская премьер-лига Everton Manchester United. И, конечно же, у One X самые высокие кэпы, простейшая регистрация и моментальный вывод на множество платежных систем. Стилочка в закрепленном комменте, промокод Стилов. Все, аккумулятор поменяли, спасибо Сане большое. 10 минут на ходу, буквально видели у Семена, и все окей. Очень удобно. Кому надо, кстати, обращайтесь. Любая техника, скупка техники. Это не реклама, на самом деле, так, респект. Примчал к Вите. У него там музло качает на весь бокс, слышу. Перед этим заехал за посылкой. Вот она. И киткатом за масками фар. Точнее, это накладки, наверное, фар, как так назвать. Вить, привет. Так, я ворвался в бокс. Лавра еще не смотрелся. Сразу сначала распакую, посмотрю, что мне пришло. Мы это все оценим. Может быть, даже прикинем. Подожди, очень интересно трубы посмотреть. Ну да, прикольно. Что, сам скажешь? Слушай, ну, нравится, да. Я говорю, она играет, что здесь двойная, и вот здесь двойная. Если в принципе смотришь, она вот как будто бы перетекает. Ну, короче, нормально. Я нравится, короче. Ну, реально, прикольно вышло, хорошо. Меня тоже устраивает. Так, это у нас LED-габариты для SX, как мы и договаривались. Такие узкие. Отправил мне, кстати, их качек-шоп из Москвы. Просто написал, сказал размер, который нужный. Он быстренько подобрал, отправил фотку. Я такой, то, что надо. Как раз тонкие, как и надо. И буквально через пару дней они уже у меня тут. Поэтому, кому надо свет, вот сюда вот пишите. Обращайтесь. Так, ну что, примерим их. Слушай, ну вот они нормальные. Они вроде стреляют. Хорошо. Так, а это ништяки от Китката. Быстро откатали мне два таких изделия. Ну, это, собственно, как это называть правильно? Накладки, глаза. Надо узнать, как называть правильно, чтобы не ошибаться. В общем, у меня они были железные, оказывается. Я думал, они пластиковые. Вот они тут лежат. Точно такие же, только пластиковые, соответственно. Две штуки. Не, вообще отлично. Пью. Хорошо, да. Надо посмотреть, кстати, как ее по глубине засадить. А, ну здесь минимально возможная глубина, наверное. Я думал, как-то вот прям вот типа ее вот так вот ее поставить. Но они приоткрыты, да, у тебя все-таки будет чуть-чуть? Ну да, я думаю, чуть-чуть приоткрыты. А можно, чтобы она вот вручную двигалась, то это вообще было прикольно? Вручную я думаю, нет. Прям, ну в плане, можно сделать, типа, просто чтобы у тебя несколько ушек будет. Типа ты перекрутил пол, пол, чуть-чуть повыше. Ну, можно так. Было прикольно. Я бы просто хотел точно закрытые, он закрытый клево смотрится. И чуть-чуть приоткрытые, наверное, тоже прикольно. Что вот так, конечно, ну нет. Можно, видишь, какое-нибудь ухо отрезать, например, если надо. Хотя тут вряд ли. Значит, будут придумать. Сравниваем свет, который будет сейчас, который стоял. Мне здесь не очень понравилось то, что он просто такой, типа, жирный. В принципе, ничего страшного, но просто хотел тонкий, видел в интернете. У чуваков, видите, он как раз во всю длину этой фары. Так, мы решили прикинуть с крылом примерно, как это будет. Это не нормально, здесь еще у нас не выставлено ничего. Ну да, вот она полностью закрытая, а вот она немного открытая. Здесь, кстати, есть косяк, меня ребята предупредили. Сказали, давай сейчас заделаем, но я сказал, не, мне уже в 125-м заделают, ничего страшного. Не, ну открытый, кстати, не больше, чем вот так, я думаю, как-то вот еще чуть-чуть. Ну, как раз на ширину, мне кажется. Да, да, на ширину. Вообще, мне кажется, будет даже симпатично, что вот она вот будет, ну, грубо говоря, по высоте вот так вот. Да, отлично. Даже меньше можно, вот она, видишь, она уже выше получается. Я замечал, что когда она полуоткрытая, она здесь как-то идет выскривление лютое. Ну, можно сделать, чтобы она не шла, наверное, на выскривление, что-то типа вот так вот сделать. Основные у нас вот эти будут, а вот в этом месте, где, ну, оставим тоже эти второй крепежик, здесь типа два ушка, ну, просто два отверстия. Ты можешь как раз его будешь опустить и приподнять вот на вот эту высоту, и мне кажется, нормально будет. Ну, вот эти по длине нас устраивают. Здесь, получается, ты сообразишь какие-то кронштейны. Ну, отсюда прям будет просто ухо приварено. Здесь, ну, кронштейни какой-нибудь, да. Понял. Так, сейчас обсудили, как делать башбар. У нас, на самом деле, много вариантов было, но сделаем такой проверенный варик, минимальный, но не из алюминия, как я делал на лавре, сделаем из металла. Во-первых, металл прочнее. Алюминий прикольно принимает удар на себя, когда удар большой, типа как в блоке. Ну, не слишком большой, чтобы там долететь уже до лонжеронов. Но алюминиевый башбар имеет такой минус, что когда ты тыкаешься в кого-то, да, и при перекладках и так далее, он сразу же гнется. Поэтому я решил сделать все-таки металлический башбар из металлической трубы, который небольшие тычки вообще спокойно будет выдерживать. Ну, а если какой-то уже серьезный крэш, то там посмотрим, как он себя поведет. Примерно из такой трубы это будет сделано. Она, в принципе, ну, не сказал бы, что тяжелая, там, килограмм-семь, наверное. Здесь нет, как таковой задачи, максимально облегчиться вообще. Ну, тут и так, все, что можно было облегчить, все, что можно было срезать, лишнее, то срезали. Сейчас уже, на самом деле, такой финишный процесс. Видите, как раз был под машиной, занимался косынками, тут доваривает под днищем там. И потом мы еще здесь все загрунтуем, все швы, потому что какое-то время машина, естественно, будет стоять там на улице и ждать чего-то. То есть она скоро на каркас поедет, но по-любому, чтобы она не заржавела, не превратилась, кстати, в сливу-пархо. Там, я видел фотки, там реально все проржавело. Надо ее загрунтовать будет обязательно. То есть вот эти все вещи, они сейчас в боксе тут красивые, и то вот чуть-чуть уже. Ну, все равно влажность. Да, а вот если ее выгнать на улицу, это сразу будет все ржавое. Ну, как бы в этом ничего страшного, но просто это потом больше запар для маляров. Обсудили дальнейшие планы, на самом деле здесь уже практически все сделано. Реально финишная прямая по кастомным кузовным работам. Далее машина поедет на каркас, с каркасами я тоже созвонился, там уже музло заиграло. Что как раз, когда мне Витя ее отдаст на следующей неделе, через пару дней вроде как смогут взять ее на каркас. И после каркаса она еще вернется сюда, чтобы сделать фаервол. Чтобы фаервол сделать грамотно, надо, чтобы каркас, естественно, уже был. Ну и по сути все, реально очень большие работы проведены над кузовом. Казалось бы, да, что там подготовить кузов, срезать, что-то там отпилить. А нет, на самом деле реально большие работы. И вот в течение месяца, получается, или сколько, три недели Витя их выполнял. Реально каждый день делал тачку. Респект. Так, я примчал к Семену. Здесь, на самом деле, небольшая примерка такого спойлера. Приехал Никита Киткат, привез мне спойлер, который они сделали. Это спойлер-козырек, переделанный на 326 Power, потому что 326 Power был не подогнанный люто. А вот этот подогнанный уже, это мастер-модель как раз этого спойлера. Точнее, козырька. Смотрю, как на сливе смотрится. Вот прикрепляю пару фоток на широкий объектив с телефона, чтобы можно было понять. Ну да, наверное, что-то как-то не вяжется, потому что еще есть D-Max такой же. И D-Max, по-моему, идет более такой прямой. А этот вверх смотрит прям. Ну-ка. Да, наверное, я оставлю эту мысль, оставлю ее без козырька. Вот с этим лезвием D-Max, по идее, должен идти козырек. Но, видимо, надо D-Max козырек. Так, мы решили прикинуть его к С-Ху. Ну, правда, он под стекло с 15 именно сделан. Под С-Х тоже есть другой, ну, типа такой же. Ну, кстати... Можно переделать под С-Х. Прикольно. Да, не, не, я, наверное, не хочу на С-Х+. Мне кажется, все-таки для Корча, у которого тут радиатор, нужен поток воздуха, чтобы вот так вот шел, а не туда. Все-таки, я думаю, что такой спойлер не канает на сливе именно из-за его формы. Под 326 Power спойлер, я думаю, наверное, он подойдет. А у нас есть хорошие новости по GTR. Мне вчера звонил Паша, GTR Shop. Звонил прямо видеосвязью. Вот наш звонок, я его записал. Но, к сожалению, там звук не записан, поэтому расскажу, что в нем было. В общем, он звонит и говорит, Серега, сейчас будем заводить машину. В общем, это был, я так понимаю, один из первых стартов. И все прошло успешно, все завелось. И я, на самом деле, очень рад, что это случилось. Блин, GTR завелся. Это реально хорошая новость, с учетом того, что строится он, конечно, не быстро. Но на то есть свои причины. И я думаю, все идет так, как и должно идти. Паша в этом видеозвонке как раз рассказал, что машину завели. Предварительно настройщик скинул калибровку, чтобы все четко завелось. Так как настройщик находится в Штатах, естественно, там с ним связь не самая быстрая. Поэтому, когда все получилось, калибровку скинули, машина завелась. Ничего не потекло, ничего там не поссало. Поэтому отличные новости. Тачка работает, выхлоп шипит. Вот посмотрите пару видосов, которые отправил Паша. Что, живой? Вы видели, да? Еще он сказал, что звук получился просто волшебный. Видео, конечно, звук не передает. Но я уверен, что звук в R38 на 102-м выхлопе будет реально волшебный. Обязательно услышим его уже тут. Мне самому не терпится послушать его вообще. Как он работает, как Геттер работает, как Геттер поедет. Что-то для меня вообще нереальное. Как будто это просто какой-то проект в интернете, и я за ним наблюдаю. Вот такое у меня ощущение есть. За которым я слежу, наблюдаю это, волнуюсь. Смотри футбол еще интересней с промокодом стилов. Получай до 25 тысяч для новых игроков. Досматривай этот видос и вперед. Также Паша еще скинул сегодня фотки. То, что подкапотку намыли, всю начистили. Видите, у меня теперь черные пайпы там. Раньше они были фиолетовые какие-то. Короче, там все причесали, все почистили, все помыли. Подкапотка выглядит с этим красным коллектором Boost Logic просто восхитительно. Паша сказал, что далее будет настройка. Он машину будет настраивать вместе с настройщиком. Как только в Москве будет летная погода, выйдет и как раз будет настраивать, обкатывать машину. Я так понимаю, там обкатка какая-то прям, как мы тут корчи обкатываем, не нужна. С VR там как-то вот по-другому это все. Но еще подробнее, конечно же, спросим позже. Ну, Паша все это делал на поток. Он много моторов собирает. Вот мотор, как у меня, это, можно сказать, такой один из самых сильных моторов, которые он собирал. Потому что там стоит новый конфиг по турбинам. Именно для GTR Shop. То есть это, получается, первый конфиг на G30 турбах, G30 770. Поэтому они еще такие проекты не строили. То есть они строят постоянно проекты на, например, G25 или на каких-то гибридах. Да, тоже там весь кованый мотор, вся начинка мотора есть. Но вот именно турбины, они дают как раз-таки мощность. Поэтому посмотрим, что будет, какая мощность будет. Я знаю, что, наверное, весь потенциал, наверное, не сможем сейчас показать из-за сцепления. Но хотя бы добиться пределов по сцеплению будет уже хорошо. Я не знаю, сколько там тысячи это сил. Я даже не буду сейчас загадывать, но знаю, что тысяча плюс. Поэтому вот такие новости по GTR подписчики Телеги. Кстати, вот у нее QR-код. Они первыми узнали, я туда скинул, получается, первый запуск двигателя. Там доступны комментарии, которые я часто тоже залетаю. Поэтому смело можете переходить в Телегу. Вот она теперь тут. На сегодня наш день подходит к концу. Отличные новости по SX. Он уже на финишной прямой, именно по кузовне кастомной. И, конечно же, отличные новости по GTR. Как только Паша пригласит меня в Москву, я, конечно же, туда поеду. Ребят, спасибо, что посмотрели этот выпуск. И, конечно же, с вами был Серега Стилов. Стройте тачки, тренируйтесь. И до новых встреч.